Шкафчики со сказочными персонажами и аккуратно заправленные кроватки пока выглядят одиноко. Но с 24 августа в этих комнатах вновь начнется веселая суета. С понедельника 174-й детский сад, как и другие дошкольные учреждения города, вернется к привычной работе. Все комнаты оснащены рециркуляторами воздуха. Персонал за счет средств городского бюджета сдал тест на COVID-19. Для каждой группы есть отдельный вход, чтобы избежать скопления детей в холле. Специалисты отработали порядок встречи детей и их родителей. А пока в учреждении открыты дежурные группы. У нас уже большой опыт. В нашем личном саду дежурные группы работают с 7 апреля. Поэтому мы уже наработали достаточно большой опыт в организации всего этого процесса. У нас обязательный утренний прием через термометрию. Плюс мы еще, кроме этого, два раза температуру меряем. Ко встрече детей готовят и школы. Сейчас завершается их приемка. Министерство просвещения России не планирует заменять очные занятия на дистанционные. А потому важно, чтобы дети получали образование в качественных условиях. Так в 49-й школе сделали капитальный ремонт столовой. Полностью заменили техническое оборудование. Покрасили стены в цвета, которые выбрали родители и ученики. Отремонтировали входы. Привели в порядок первый этаж. Все это способствует выполнению задачи, поставленной президентом страны Владимиром Путиным и губернатором Дмитрием Азаровым. Обеспечить горячим питанием учеников начальной школы. Есть классы, которые будут принимать пищу первостепенно. Это наши первоклассники, которых мы в этом году набрали 120 человек. И, соответственно, потом вторые, третьи и четвертые. У нас есть еще ребята, которые помимо завтраков получают обеды и полдники. Мы все продумали. Мы готовы. С нетерпением ждем наших ребят. В этом году отремонтировали 31 учреждение. Привели в порядок кровли и пищеблоки. У всех школ восстановили поврежденные ограждения. Кроме этого, были выделены деньги на приобретение дезинфицирующих средств. Масок, перчаток, санитайзеров и очистителей воздуха. Весь комплекс безопасности мы предусмотрели. И хотим наших родителей успокоить. Все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования готовы к новому учебному году. По национальному проекту образования к новому учебному году обновили оборудование и в городском центре развития образования. Теперь в учреждении есть интерактивные доски, техника для проведения естественно-научных онлайн-экспериментов и 3D-моделирование. Это выход на новые рубежи. То есть оно помогает на курсах повышения квалификации показывать, как это работает. И самое интересное, что интерес возникает не только у педагогов, но к нам сюда приходят и дети. Все это позволит учителям, которые приходят на курсы повышения квалификации, познакомиться с новыми технологиями и начать применять их в учебном процессе. Потому что таким оборудованием оснащаются все больше школ региона. Также специалисты центра готовы проводить с новой техникой и выездные уроки, чтобы каждый школьник Самары мог получать знания качественно, интересно и с современным подходом. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Продолжение следует...